В середине июня в Венсплассе уже не в первый раз гостила китайская делегация из самого быстро развивающегося района Шанхая – Пудуна. Официальное название этого места – новый район Пудун. А в апреле 1990 года он получил статус особой экономической зоны, в котором количество международных компаний, работающих в высокотехнологических секторах, является одним из самых больших в стране. Район Пудун, Шанхай, где живут 5,5 миллионов населения, где находится аэропорт с пассажирооборотом 32 миллиона человек, где находится порт, который три раза больше, чем все латвийские порты вместе взятые, где иностранные инвестиции пять раз больше, чем на всю Латвию. Это очень большой потенциал. И потому мы поддерживаем хорошие дружеские отношения с Китаем. Делегация прибыла для того, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании с Венсплсом. Это соглашение, оно имеет такой общеполитический план, где стороны выражают готовность и желание сотрудничать. Для для Венсплса потенциал Китая, вторая экономика мира, динамично развивающаяся, мы видим это как очень перспективного и интересного партнера. Мы резервировали 100 гектар территории для Китая. Мы готовы построить новый северный порт, если в Венсплс придут серьезные инвестиции из Китая. Это хорошая политическая база, для развития практически хозяйственных отношений. Притом они нам оставили несколько координатов, проспектов их компаний, которые проявляют интерес к Венсплс. Конкретные предложения, которые мы сейчас изучаем и развиваем контакт уже с конкретными фирмами. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере в управлении Венсплского свободного порта. Председатель Венсплской городской думы Айвар Сленбергс и гости из Китая после подписания меморандума обменялись памятными подарками. Я уверен, если не завтра, то послезавтра, если не через год, то через пять, но китайские инвестиции, серьезные инвестиции в Венсплс придут.